Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале Майджи Тюру. Мы сегодня добавим на наши маркетплейсы и на наши склады одну интересную позицию по бренду Lubrigard по моторке и две интересные позиции по компрессорному маслу. Что добавим по моторке? Добавим Lubrigard Supreme Synthetic Pro 0W30 по APSP по осы A5B5 4-х литровые канистры и литровые канистры. И добавим две двадцатки по компрессорному маслу, одну 32-ю вязкости, 32-ю, вернее, вторую по 46-й вязкости, синтетически тоже, 20-ти литровых ведрах. Двадцатка, по-моему, или 18 килограммовых, подожди, еще посмотрю. 20-ти литровые ведра, да. Вот моторка, давайте к моторке. Моторка делается в Китае на заводе Se-Anon, на котором мы с вами были, посмотрели весь завод, я вам все показал, производство, реактора варочные, визуарное хранение, как все устроено. Завод классный, завод реально классный, находится он недалеко от Санхайя, 200 километров примерно, и там делают масла. Из базовых масел чаще всего используют SK, по Омам используют эксамойловские масла, по присадкам используют четверки присадки, это Infinium, Lubrizol, Efton и Aeronite. С китайскими пересадками, с Ричвелом работают очень-очень-очень редко, и чаще всего это для грузовых масел используются, пересадки китайские, вот для масел премиального класса, которые они производят, два бренда всего практически там на заводе, они используют пересадки Infinium, Lubrizol, Efton и Aeronite. Вот, завод видели с вами, показывал с вами, поэтому вы знаете, где это производится, продукты, об этом указано в задней части упаковки. Что касается смазок и компрессорных масел, которые мы добавим сегодня тоже, они делаются на заводе St. Peterhemia в Турции, на котором я тоже был и тоже вам его показывал, и мы с вами там проходили по всему заводу, Бурак, привет, огромный, кстати. Вот, завод тоже хороший, завод серьезный, и тара везде классно используется, тара вообще мне нравится, как она сделана, это уникальный дизайн, не повторяется никем, вот, литрушка, правда, мобиловская, спрашивают постоянно, почему литрушка мобиловская используют, потому что в Китае, если вы видели наше видео с Китая, там часто очень используются такая пресс-форма, она там очень популярная, я Алексу про это говорил уже, владельцу бренда, то, что неплохо бы поменять дизайн, тоже сделать похожее вот на вот такие вот упаковки, ну, в принципе, думаю, что к этому относиться надо как бы нормально абсолютно, завод известен, где делают, известно, поэтому литрушки пресс-формы используют те, которые продаются там на каждом углу, и как бы они легко доступны, литрушки, имеется в виду. Двадцатки, кстати, делают в Турции классные, сама тара пластиковая, но прям реально прикольно сделана, сама тара классная, и дизайн классный, и, в принципе, там завод делает серьезные такие вещи сейчас, потому что его нормально так модернизировали, вложили в него много денег. По моторным ослам, это еще раз напомню, IP-ISP, АСЭА5B5, есть официальные спецификации по IP, что не критично, но важно более-менее, почему официальные спецификации получены для бренда, который сделан в России, ну, вернее, который, вернее, зарегистрируем в России, сделан в странах, в Турции и в Китае, потому что сделан в Турции и в Китае, потому что оттуда можно получить официальные спецификации. Спецификации на этот продукт конкретные, вот этот продукт конкретно, есть официальные по IP, ссылки я размечу в описании к этому видео, проверить это несложно, достаточно само зайти на сайт, приходите, смотрите, читайте. В этом нет ничего критичного, многие производители такие блендерные из азиатских стран многих, они не получают официальные спецификации по API, потому что в этом никакого смысла и рационального зерна на них нет, то есть у них нет никаких контрактов, например, с заводами. Ну в этом нет, просто деньги тратят лишние на это. Напомню еще раз, спецификации официальные по АСЭ, европейские ассоциации, по API Американское институт нефти получаются все через присадочников. Если вы сделали любой продукт, сделали его в России, то вы не можете получить спецификацию на него официальную, ни API, ни ESP, потому что вам нужно будет делать это через присадочников. Присадочники все находятся сейчас не на территории России, и Infinium Blvrizol и Efton Aronite ушли из России пока, ну типа навсегда, пока что вернутся, естественно. Делайте продукт, идете к своим присадочникам, у которых укупили присадки, из которых производится данный продукт, и получаете через спецификацию. Поэтому косвенным признаком того, что продукт официально сделан на присадках Infinium Blvrizol является то, что есть официально получена спецификация по IP, потому что китайские присадочники не сделают вам официальную спецификацию по IP, только те, кто имеет прямой доступ к контрактам с IP и долговременные отношения. Это вся четверка. Поэтому, ну в этом ничего такого нет, прям супер экстра критичного, если, например, у продукта неофициальный допуск по IP полученный, но тем не менее это просто косвенно доказывает то, что продукт сделан на этих пакетах. Если мы говорим про страны, не Россию сейчас, а про страны европейские, про страны азиатские многие, ну за исключением Китая, то там всегда делают на Infinium, Aronite, Efton, Labrizol в 99% случаев. Тоже сейчас начали слухи такие, что типа там в Европе, в Америке, в Азии, в Корее и так далее, использовать китайские пакеты присадок, это такой собачий бред, вот реально. Никто ничего не использует, потому что неудобно работать с китайскими, с китайскими никому сейчас, и с самим китайцам тоже, сами китайцы, вот завод Сианон, да, они работают с четверки с этой большой, а свои присадки они берут для грузовых масел, берут загустители, берут некоторые виды там, конкретно и так далее, ну как бы основная масса у них, конечно, четверка, потому что ну неудобно работать, Infinium, Aronite, Efton, Labrizol, они заняли рынок этот мировой, его держат там, причем их четыре, да, разных они конкурируют между собой, еще к тому же, плюс к этому они там жестко держат все страны, и наши страны держали жестко очень, пока они ушли от нас, сейчас только присадки все, китайские у нас практически, вот, такая ситуация, значит, компрессорные масла, компрессорные масла мы добавим в двух вариантах, в одной емкости 20-литровой, это 32-я вязкость и 46-я, самые ходовые такие, более-менее, 68-ю мы добавим попозже маленько, но она не очень востребована, в принципе эти 32-я и 46-я закрывают с собой все там воздушные, винтовые, все компрессоры универсальные. В общем, компрессорные масла, я советую настоятельно тех, кто компрессора, у которых, которые подороже и помощнее, не такие просто обычно домашние компрессоры мощные, использовать все-таки масла, сделанные на нормальных пакетах, потому что чревато использовать масла для компрессоров, сделанных на пакетах сейчас непонятных, это такое занятие, это всегда было чревато, всегда компрессоры выходили из строя, многие, особенно воздушные компрессоры, вот, а сейчас, что касается компрессоров, которые работают у нас мощные в России, которые обслуживают сейчас, как бы уже по-другому совсем, ввиду отсутствие представителей этих брендов, производителей в России официально, я бы посоветовал все-таки не экономить на компрессорном масле, да и, в принципе, компрессоры маленькие, которые у вас там используются где-нибудь там на станции, где-то еще там тоже желательно использовать хотя бы масло, ну, более-менее нормальное. Вот Лубригард делает двадцатки, 20-литровую канистру, конечно, для розницы это слишком большой объем, невостребованный, но мы сейчас прорабатываем вопрос по литровым канистрам, тоже, возможно, будем делать, потому что тоже востребована тема, много маленьких компрессоров есть. Вот, еще раз напомню, что компрессорные масла, которые мы сегодня добавим, делаются в Турции, в заводе Сент-Петрохимия, на котором мы тоже с вами были, я тоже вам показывал, и Бураку огромный привет, и там завод мы анонизировали, сделали его все четко, все работает, классно. А четырешки-литрушки 0w30 мы, которые добавим сегодня, сделаны в Китае на заводе Се-Анон. Ссылки все на официальный сайт IP, чтобы посмотрели официально, о чем я сейчас говорил вам, как бы официальные спецификации, полученные по IP, ссылки на те детские по продуктам, я размещу это в описании к этому видео, почитайте, и также размещу ссылки на эти продукты на наших маркетах, чтобы вам было удобно их посмотреть, купить. Вот, читайте, изучайте, смотрите. С вами Антон Ларонков, всем пока.